В прошлом году, по поручению губернатора Александра Гусева, Воронежская область приняла участие в конкурсном отборе проектов с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Это позволяет разгрузить региональный бюджет и в то же время реализовывать как можно большее количество проектов и мероприятий. Так вот, инструмент инфраструктурного бюджетного кредита как раз позволяет реализовывать масштабные, значимые для региона проекты без нагрузки на региональный бюджет с привлечением федеральных средств под достаточно низкий процент, под 3% годовых на период до 15 лет. Всего регион смог получить 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Все проекты находятся в активной стадии, а некоторые уже близки к завершению. Так, например, заканчивается строительство водоподъемной станции рядом с Воронежем, дороги от Шишкова до Тимирязева, линии водопровода и канализации по улице изыскателей. В 2023 году у нас появился новый механизм привлечения средств из федерального бюджета. Это специальные казначейские кредиты. По механизму он отличается в принципе, что до этого средства привлекались инфраструктурно-бюджетные кредиты на 3 года. И средства непосредственно из федерального бюджета в данном случае, это средства, которые остаются на едином казначейском счете. Предоставляются как бы на 2 года. Для реализации проекта в целом они также предоставляются на 15 лет под ставку 3%. По механизму они в принципе братья-близнецы. Только сроки здесь пока что чуть-чуть отличаются. И цели незначительно другие. В 2023 году в виде специальных казначейских кредитов Воронежская область получила 874 миллиона рублей. Деньги пойдут на строительство дублера Московского проспекта, на ремонт водоводов в Ленинском и Советском районах Воронежа, повышению качества очистки сточных вод на правобережных очистных сооружениях, техническое перевооружение котельной по улице Свободы. Реализация проекта «Инфраструктурное меню» уже принесла в бюджет области более 950 миллионов рублей в виде налоговых доходов.